друзья всем привет в общем как и обещал рассказываю вам о результатах экспедиции полевых я изучал два вопроса это обряды сохранившиеся сегодня еще обряды какие-то культы какие-то клятвы внутрисемейные возможно и значит там получается такая история что эти обряды где-то сохранились где-то видоизменились где-то их реконструировали и естественно они по-разному могут восприниматься по-разному существовать сегодня поэтому моя задача была собрать максимальную историю в том числе какие-то священные места может быть когда-то там и 50 лет назад ходили к ним до еще помнят но не обязательно то что сегодня там осталось и вот значит какая история я собрал эту всю информацию по всем республикам объездив все места то есть а я был где в северной осетии владикавказе с осетинами общался я с мазокскими кабардинцами там же общался в северноводском селе в кабардин балкаре был в нальчике и в аушигере в короче в черкесии в черкесске и валибердуковском в адыгее в офисе петрах тому кайшинджи кашхабли и геруха и и в краснодарском краю вот в тхагапши и в псб и в урубск и вот собрал значит такую информацию но в принципе есть понятно что как бы за крайние территории проживания адыгов сегодня они там наиболее сохранили какие-то культовые праздники мероприятия очень интересные такие смешения в первую шапсуги и мазокские кабардинцы если мы говорим о христианско-православной части там конечно много интересного такие праздников которых раньше я даже никогда не слышал были у шапсугов я изучал святые могилы там они уже там всего две и одна из них уже не используется одна еще используется но в частном семейном порядке так вот история такая в основном конечно в республиках все по-разному в кабардин балкаре конечно чуть чуть больше внутрисемейных каких-то историй таких сохранилось в кчр отчасти как и в адыгее части какие-то вещи таки простенькие сохранились допустим в адыгее они вот каких-то районах вообще ничего а в каких-то районах но неплохо знаю да допустим и даже какие-то вещи по сей день ну простенькие такие даты по сей день используются в ходу но и вот этот черкесский новый год так называемый который везде какой-то у него такой реконструкция которую в которой сейчас на все больше популярный значит что еще вторая тема это язык я изучал ситуацию с родным языком у разных разных республиках не только у адыгов у осетин тоже вазин старался запечатлеть эту историю и там история интересная там понимаете как бы можно выделить некие тенденции скажем да они свойственны всем одинаково вне зависимости от того какой там родной язык значит да идет потеря потеря конечно родного языка но в основном больше всего теряют именно на уровне детского сада дошкольники или ранее первые классы и здесь существует такая проблема действительно где-то больше где-то меньше допустим в республиках это менее выражено но опять же зависит от территории лучше всего ситуация конечно кабардин-балкарии карачао-черкесии где еще встречаются ребята которые русского языка не знаю да они как к школе подходят начинают учить его только это было свойственно допустим той же адыгеи или другим территориям ну лет 20-30 назад да а здесь еще существует с другой стороны конечно гаджеты в первую очередь гаджет из по максим массовое использование соцсетей и телефонов планшетов она влияет ребята начинают стесняться говорить потому что плохо говорят так могут засмеять могут стесняться произношениями на особенно если в детском возрасте не дошкольном возрасте не выучить язык то потом произношение уже не будет то есть языки звуки потом будет очень тяжело человеку выучить это может быть удобство даже в семье если говорят на родном языке ребенок может отвечать на русском потому что ему так удобнее привык они в школу идут обычно или в детский сад и сразу быстро русскому учиться он проще и на нем проще говорить и есть еще на эту проблему мотивации то есть не везде понимают зачем это нужно часто это все обосновывается тем что вот не язык не пригодится никак в жизни мне лучше русский или английский выучить родной мне зачем типа и вот я заметил где-то эта мотивация вообще отсутствует а где-то есть где-то вот на старшие классы или студенты уже они начинают осознавать а им помогают конечно и они начинают изучать культуру интересоваться язык стараются изучать вот такая мотивация существует сегодня у ребят в некоторых территориях и это не массовое и конечно конечно безусловно все стараются стараться что-то делать огромное количество общественных организаций ну понятно что государственные какие-то уроки но не везде их хватает в республиках чуть больше а вот вне республик их вообще мало и скажем так но школа как бы здесь как бы она не старалась она не даст того эффекта которая даст семья внутри семейная история или какие-то частные курсы мне понравилась история с ассоциацией репетиторов джихасы которую организовали в кабардин-балкарии в карачаево-черкесии из там с детского сада до выпуска из школы готовят примут очень плотную программу вовлечения через театр раторское искусство сказки там нардские эпосы усложняют с каждым годом эту историю и вовлекают через игру причем косвенную игру не прямой соперничество как бы такое завуалированы косвенно и детей так чтобы они действительно вот в эту входили в эту игру и начинали изучать язык чтобы их это увлекало вот поэтому собственно говоря и работает эта штука таким образом поэтому это так вкратце по верхам я сейчас конечно говорю это все на анализировать я еще буду детально тогда по разным регионам но вот такая ситуация и я тут подумал что у меня конечно материал выборка неплохая но хотелось бы может быть как-то уточнить некоторые детали этих картин по обеим вопросам опять же еще интересно использование технологий потому что везде спрашивал насколько пользуются приложениями какими-то разрабатывать приложение насколько там включают какие-то технологии мобильных приложений там допустим для изучения языка например вас эти вот его кабарде я знаю местные там ребята активисты они смогли смогли через яндекс допустим яндекс навигатор включить свои языки так что ты едешь и тебе назову с тобой говорит этот навигатор на твоем языке и сами топонимические названия мест тоже на твоем языке это тоже очень хороший пример так вот я хотел вас попросить я сделал 2 2 2 опросных анкеты в google таблицах и значит google формах точнее и хотел бы вас попросить их пройти ну когда у вас будет свободное время там есть ряд вопросов на которые нужно будет там хоть хотя бы кратко ответить вы можете это сделать анонимно если хотите ну конечно мне бы лучше было бы если все-таки вы какие-то себе данные оставили и оставили разрешение на их использование в статьях для того чтобы я мог ссылаться на не на эти данные но если даже и анонимно мне ответить хотя бы указав примерное место до которого говорить это тоже буду благодарен поэтому вот внизу под этим видео я оставлю две ссылочки на две формы там будут по двум темам вы можете перейти в свободное время и ответить на них я потом все это соберу и попробую попробую что-то из этого сделать вот ну и на этом все если у вас какие-то вопросы есть оставляйте в комментариях к этому видео поговорим об этой теме тема такая важная животрепещущая даже и можно поговорить будет еще про диаспору потому что в диаспоре тоже такие же проблемы в турции например у воды в том числе вот ну и делитесь друзьями ставьте лайки поддерживайте вот можно поддержать сейчас конечно все ограничено через busty.tu там есть ссылочка внизу под этим видео тоже ну и до новых встреч всем пока